Четверг, 23-е, 11 утра, четвертый день моего проекта, который я пытаюсь запустить. Давайте я расскажу о технической стороне. Буду отчитываться для своей личной мотивации, чтобы не было лень продолжать. Все, всем пока. Смотрите, комментируйте, советуйте. Началось все это где-то неделю-две назад, когда я начал работать с бэк-эндом на питоне, чтобы обрабатывать большие данные через TensorFlow и Deep Learning, чтобы выдавали мне графики на проекцию движения будущего. И встал острый вопрос, как это все показать пользователю, когда все на бэк-энде получается. Были разные варианты делать это все просто через Flask. Были какие-то базовые HTML решения. Мне захотелось что-то покрасивее, что-то более коммерческое, веселое, приятное для использования. И встал вопрос остро, как надо все это на HTML и на CSS запускать, когда сам ты особо его и не знаешь, и не умеешь делать. Короче, в понедельник, значит, по порядку, что у нас, какие были проблемы. Первично было трудно, работал все время всегда на Heroku. И было очень, оказалось почему-то странно, трудно запустить обычный статичный, полустатичный сайт на Heroku, повесить его, несмотря на то, что более сложный аппликейшн, но туда уже вешал. И с Front тоже взаимодействующие. Очень много было движения туда-обратно, и так не смог решить вопрос с билдпаками. Потому что, как бы я их не настраивал, они не работали. Потому что, я так понимаю, вот это питомский билдпак был подключен. Он не запускает HTML, CSS-ный сайт. Нодовые, Node.js-овские тоже, походу, не работают. То есть, это было странно. PHP-шный пакет, билдпак тоже не позволил толкнуть это на хероку, повесить все. Это все довольно было болезненно и непродуктивно. Поэтому было принято решение попробовать какой-то альтернативный хостинг. Просто прочитал статью, был какой-то второй, я забыл уже, но услышал, прочитал про Netlify, попробовал его. И там вообще нет никакого, там не подключать гитхаба его, не с командной строки работает. Там просто графически ты берешь файл, папку всю тянешь, ее и драпаешь туда, и он все обрабатывает и запускает прям все за тебя автоматически. Значит, в понедельник была запущена версия вот этого вот. То есть, домейн пока кастомным не делал. Не знаю почему, мне кажется, как-то посмотрим. Надо будет сделать, наверное. Это была версия без QR-кодов с кнопками. То есть, менюшка на CSS, извиняюсь, на JavaScript, JavaScript-овый файл. И, по-моему, он плохо прописан у меня в моем индексе HTML, наверное, из-за этого референса нету, поэтому он не работает, хотя он есть. Остальное вроде нормально. То есть, это было в понедельник. Во вторник нашел сторонний сайт, который дает QR-коды. Обработал по всему. Почему? Потому что вначале была идея добавить чуть-чуть HTML-кода, чтобы была форма заполнения имейла, чтобы можно было встать, зарегистрироваться как первичный пользователь, первый бета-пользователь. Чтобы я мог строить свой имейл-лист, чтобы работать с людьми. Но вот так, как я понял, одно дело засунуть себе HTML с CSS, а другое дело, чтобы это реально рассылало тебе имейл. То есть, для этого нужен какой-то свой, я так понимаю, свой backend, который как бы на ноде надо делать, я так понимаю, надо. И поэтому было решение поработать с QR-кодом, потому что, как бы, ну, проще это мне было сделать в момент. То есть, наводишь телефон на QR-код, и он генерирует тебя, открывая твой дефольтный мейловый app, и там уже все припопулировано, что ты просто отсылаешь мне, и говоришь мне, да, я заинтересован быть твоим первичным юзером, и у меня как бы останется в имейле контактная информация этого человека. Ну, такая базовая, ничего там, кроме имейла ничего нету, для этого сделал новый имейл-бакс на джимейле, без каких-то там корпоративных, коммерческих, своих личных, компанейских, просто addgmail.com, stagstonbeta, addgmail.com, все. Все. Это вроде как работает. Потом, то есть, во вторник, в среду, думаю, окей, надо как-то насчет платежей что-то придумать, думаю, окей, можно всунуть готовый HTML, там, не знаю, PHP-код для Stripe-овского коннекшена, API, не знаю, как это правильно назвать. Но потом как-то решил через QR-код попробовать все это решить, генернул новый QR-код со своего Venmo, это было первичное решение такое. Не знал, куда его сунуть, потому что здесь, куда его суешь, он по размеру, не могу вырезать его ровно, чтобы он подходил сюда. Опять же, обработал он через Adobe, здесь кастом, там, размеры, брал ненужные там надписи, пока все это супер базово, добавил Pay здесь, как кастомную надпись, можно было назвать, название компании написать, я не знаю. Но пока доигрался до того, сунул, запустил, все равно, ну, видно, все это видно, но проблема в том, что пиксели все такие размазанные, что телефон их теперь не читает. Наверное, настолько все это мутно выглядит, проблема в этом. То есть, ну, все на волосчет лендинг-пейджа, то есть, можно послать мне email сюда, мои папочки и social media кнопки не работают, потому что мой javascript файл не работает. Наверное, дело в проблему, что он мне неправильно, потому что я вижу, что у меня CSS-овский файл, референс у него есть, это есть. Ага, насчет видео, скрина, пусть первичная была идея сделать так, чтобы это был overlay, а внизу играло видео моего backend, как он работает, чтобы у юзера было понятно, что это вообще такое, что за продукт, типа как мини-демка, я не знаю, да, когда, потому что есть backend, который генерирует графики, есть front, типа app на javascript, написанный с нодом, я так понимаю, где люди могут подписываться, subscription делать и, я извиняюсь, могут постить свои графики на MongoDB, дата базы данных, и могут постить свои графики. Это первично, там уже можно заходить в каждый пост, мало того, что лайкать и комментировать на него конкретно. Так backend работает, когда ты CSV-файл открываешь, чтобы его прорануть, в TensorFlow сунуть его. Но, как видите, когда много текстов сзади и еще напереди тоже текст, это все выглядит как-то слишком много. То есть вопрос на будущее, как может быть это зад, интегрировать его в какую-то, ну, в подпапочку, чтобы это отдельно можно было как-то посмотреть, как демо-версию продукта. Ну, вот пока мы на этом остановились. Мы, это имеется в виду я. Тут как бы все просто, все делай сам называется. Да, как я рассказывал, повесил все это на Netlify, потому что нахероку все это как-то было очень сложновато. Киверкод на e-mail работает, на payment пока не работает. Хотя он подключен, да, но просто это конкретно его телефон не берет. Пока Netlify, так, вот, открывал там, еще есть доп. информация на YouTube-канале о проекте. Ну и пока все, будем работать дальше. Два часа осталось для настоящей работы. Все. Продолжение следует...